Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы, которая называется Микец, Ханука Самеях. Итак, мы остановились на том, что фараон вызвал Йосифа, вытащил его из темницы и Йосиф выслушивает сон фараона. Но фараон говорит, я слышал про тебя, что ты понимаешь сон. Йосиф говорит, нет, не я. Всесильный ответит во благо фараону. То есть Йосиф ни в коем случае не говорит, что он понимает сон. Хорошо, Йосиф начинает свой комментарий сна. Да, фараон ему все это рассказал. Семь коров выходят, холеных полных, семь точек их съели, потом семь колосьев полных, хороших. На одном стебле появляется семь колосьев точек худых, съели точек колосья. Полные колосья, фараон проснулся, страшный сон. В общем, все это он рассказал. Гадатели, вещатели не в состоянии это объяснить, потому что фараон слышал и сон, и его разгадку. Но Всевышний сказал, что ему разгадку. Он проснулся и забыл. И дошло до того, что теперь Йосиф начал говорить. Йосиф говорит, семь коров полных, это семь лет прекрасного урожая. Семь коров точек, это семь лет голода. Даже как и семь колосьев полных и хороших, и семь колосьев точек, как и коровы, это повторится сон дважды, чтобы показать то, что Всесильный сделает, то возвестил он фараону. Вот наступает семь лет хорошего урожая, наполнит страну урожай, и после них наступят семь лет голода. И истощит голод страну, и не будет приметен тот урожай. До семь лет, получается, страна выберет вся. И Йосиф говорит, и теперь доназначит фараон человека, который подготовит к этому Египет. И пусть наложит пятину на страну египетскую, в семь лет хорошего урожая. И соберет весь урожай, и хранит, и тогда не погибнет страна от голода. Фараон говорит, найдем ли мы человека, подобного этому, в котором дух Всесильного. И снял он с себя перстень, который на руке его, одел на руку Йосифу, и золотую цепь взял, одел на шею Йосифу еще одежду из весона. Это все символы власти. Теперь без него никто ни руки, ни ноги не поднимет. Во всей стране египетской. Как он скажет, так и будете поступать. Так как Всесильный ему все это возвестил, то мы не найдем человека, подобного этому. В эту одежду никто, кроме вельмож фараона, одеваться не может. Никакой богатый кто. И такое, что было у кого-то, все символы власти сразу, ни у кого такого не было. Йосиф становится правителем страны египетской. Мы с вами знаем, что 40 лет он правил страну египетской, как правитель страны. И потом еще, когда умер фараон еще 40 лет, Йосиф был фараоном. И назвал Йосифа именем Цафнат Панеях. Наши мудрецы говорят, что это тот, кто понимает тайное. Кому дано знать тайное? Вот такое вот имя. И дал ему в жены Аснат, дочь Патиферы, жреца города. Город называется он. Раши говорит, что Патифера, это тот же Патифар. Только из-за того, что он хотел взять Йосифа для мужеловства, он стал Патиферой. Такой комментарий. Раши его пишет, из Талмуда ссылку дает. Аснат, кто это Аснат? Написано, что это дочь Дины от Шема. Шема изнасиловала Дину, родилась девочка. И она не хотела быть незаконно рожденной девочкой. Вот и она попадает в Египет. И разные с ней были события, пока она попадает в дом Патиферы, у которого детей не было. Наши мудрецы говорят, что он был скопцом. Есть такой тоже комментарий. Йосиф увидел у ней медальон, на котором было написано, с какой она семьи. И он понял, кто она. И поэтому он на ней женится. И взяли колесницу, предназначенную для наместника. И провезли Йосифа по всей стране египетской. И восклицали перед ним преклоняться. Весь народ, Египта, преклонился перед Йосифом. Медраж пишет, что это было невероятное что-то. Женщины срывались из украшения, бросали ему. В общем, он стал в Египте правителем страны. И он фактически, как мы знаем, спас Египет, спас страну египетскую. Но об этом мы будем говорить на следующих уроках. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берта Бат-Исраэль, Павел Бен-Ефим, Самый Бен-Герш, Хаямал Кабат-Йосиф, Роза Бат-Михаэль. В памяти Ури Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Нахун, Владир Бен-Григорий. За здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Эцхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перв, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-София, Двора Бат-Мириам, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двоира, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берт, Евгений Бат-Ита, Фера Бат-Ана, Геннадий Бен-Елена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен-Сара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Р Яков Йосиф Бен-Рахель, Шимон Бен-Мир, Рафаэль Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен-Нина, Ира Бат-Вера, Леор Бен-Клара, Рафаэль Бен-Клара, Хана Цепора Бат-Сара, Ида Бен-Хая Авива, Ефим Бен-Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен-Ольга, Мазл Барнаса Сгула Ирина Батури, Аронария Бен-Ри, За хороший дух Аронария Бен-Двойра, Диз Бен-Ахум Авигаль Бат-Сара, Хана Бат-Аврагам, Рафаэль Арье Лей Бен-Лариса, Барнаса Ибрюк Ларин Бен-Рая, Марина Бат-Рая, Борис Бен-Марина, Всего хорошего Олегу Мавченко, Всем браха, парнаса, каванам, мазал том, что мы это время не грешили, читали Тору, всем всего самого наилучшего, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится эта война, Хану Касамея, и до следующих встреч, надеюсь, он остается завтра, в это же время, шалом.